Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я для вас решил сделать видео по массажу, по теме гипертонии. А точнее, как помочь своим родным и близким снять приступы гипертонии. То есть, вам не надо будет привлекать специального массажиста, а вы можете, посмотрев это видео внимательно, повторить все за мной, и у вас обязательно получится. Сделав таким образом курс массажа, вы поможете, ну, наверное, родителям, своими или родственникам, или кому-то еще. Для подобного массажа больному нужно придать одно из двух положений. Первое положение – это лежа на кушетке. Переложите, пожалуйста, руки наверх. Спасибо большое. Ну и более предпочтительнее – это второе положение. То есть, больной будет находиться к вам спиной, он будет сидеть на табурете, ни в коем случае не на стуле со спинкой, иначе вы к нему сзади не подойдете. И перед ним положите лучше всего такую стопку полотенец. Сверху какое-то мягкое полотенце. Подушка не подходит, потому что если будет подушка, вы можете ему перекрыть дыхание. Это очень важно. Вот перед вами наиболее оптимальное положение больного для массажа воротниковой зоны. Как видите, голова лежит с упором на полотенце, руки находятся вверху. Следующее правило. Во-первых, вымойте руки. Дальше вам надо добиться, чтобы в помещении, где будет производиться массаж, в зимнее время была температура не менее 26 градусов. В летнее время можно, чтобы было немного прохладнее. Дальше. Попросите больного успокоиться и расслабиться. Расслабьтесь, пожалуйста. Отлично. Значит, вы видите положение больного. Мы начинаем с приемов поглаживания. Теперь еще одно очень важное правило. Запомните. Когда вы делаете массаж воротниковой зоны при гипертонии или для профилактики гипертонии, ни в коем случае никаких резких силовых воздействий, никаких ударных приемов. Все ваши движения, все манипуляции должны быть крайне медленные. Медленные и очень спокойные. Массаж должен происходить в такой очень благоприятной, спокойной обстановке. Лучше всего никаких разговоров с больным не ведите. Отвечайте ему на вопросы только в том случае, если он вас о чем-то спросит. Спросите, или ему комфортно. Если ему что-то будет не очень удобно, он вам должен об этом сказать. Начинаем массаж с приемов поглаживания. Очень мягко, очень медленно. Рука скользит по поверхности кожи, не сдвигая кожу в складку. Начинаете от затылка. Вот так вот касаетесь пальцами затылка и медленные движения делаете вниз. Вот такие вот движения. Делайте этот прием примерно секунд 40-45 минут. Это так называемое плоскостное поглаживание. Движитесь к пакетам лимфатических узлов, которые находятся в подмышечных впадинах. Затем переходите на одну из сторон. Точно так же делайте очень-очень медленно. Старайтесь, чтобы одновременно две руки касались поверхности тела. Иногда меня спрашивают про движение лимфы. Так вот как раз на приемах поглаживания происходит усиленное движение лимфы. То есть мы сейчас добиваемся эффекта лимфатического дренажа. Переходите на левую сторону. Точно так же. Массаж воротниковой зоны при гипертонической болезни включает в себя три направления приемов. Первое поглаживание, потом растирание, разминание и опять поглаживание. Никаких вибрационных приемов, никаких ударных техник, ничего. Все очень медленно и все очень плавно. На всю процедуру у вас должно уйти примерно минут 13-15. Следующими приемами будут приемы растирания. Значит эти приемы немножко интенсивнее, но тоже они должны делаться медленно. Значит вы банально просто растираете поверхность кожи. Вот таким вот образом. Очень-очень медленно. Можно добиться легкого покраснения. Или как говорится медицинским языком, добиться легкой гиперемии. Вот. Работаете только на воротниковой зоне. Вот такой прием. Это плоскостное растирание. Затем растирание ребрами ладоней. Между руками, как видите, где-то 5 сантиметров. Так же само. Значит, только, пожалуйста, никаких резких движений. Абсолютно. Переходите на шею. При этом, конечно же, снижайте интенсивность давления. Потому что на шею, запомните, никогда никакого жесткого воздействия быть не должно. В медицине шею сравнивают с ножкой бокала. Это вам будет хорошее напоминание. Переходите на левую сторону. Лучше всего ребром ладони. Так же само. Как видите, с правой стороны уже есть небольшая гиперемия. Так же есть гиперемия на правой стороне шеи. А мы только-только начали делать эти приемы. Немецкие специалисты считают, что приемы растирания являются самыми полезными в проведении массажа. Значит, растопыривайте пальцы вот так вот. И делайте таким образом, чтобы пальцы терли поверхность спины. Воротниковую зону. Вдоль позвоночника. С правой стороны. Это так называемая паравертебральная область. Или околопозвоночная область. Видите, тоже появилась гиперемия. С левой стороны тоже самое. Левой рукой. Значит, у вас, скорее всего, возник вопрос. Можно ли использовать масло, тальк или еще что-то. Значит, или крем какой-то. Значит, пока ничего не надо использовать. Единственное, если у человека очень нежная ранимая кожа, то тогда, конечно, что-то надо использовать. Смазывающие средства мы будем использовать при приемах разминания. Значит, на эту группу приемов у вас должно уйти, ну, примерно минуты 4. Значит, после того, как вы сделали эти приемы, приемы растирания, мы опять, опять делаем приемы поглаживания. Точно так же, как мы делали в начале. На приемы поглаживания у вас должно уйти примерно минута, полторы минуты. Я, конечно, это все время делать массаж не буду, но вы запомните мои рекомендации и, пожалуйста, следуйте им. Теперь мы приступаем к приемам разминания. Еще раз напоминаю, что они должны быть очень-очень медленные. Значит, теперь вы берете немножко масла, льете себе на руку и переносите на пациента. Распределяете по поверхности кожи, ну, так, чтобы он не был сильно жирный. Немножечко, вот таким вот образом, как я это делаю. Все. И делаете приемы разминания. Значит, самый простой прием разминания. Вы делаете упор на большие пальцы, а вот эти 4 пальца начинают разминать. Делаете эти приемы очень-очень медленно. Разминаете так называемый наружный край трапециевидной мышцы. От позвоночника, от вот этого бугорка, который является седьмым шейным позвонком, это его спинальный отросток, простите, выступает назад при наклоне головы вперед, и отходите в стороны к плечам и обратно к нему и к плечам. Делаете вот такие приемы разминания. Следующий прием разминания опора на 4 пальца, вот на эти, а вот эти 2 больших пальца начинают разминать. То же самое, тоже разминание движения, разминающие движения к седьмому шейному позвонку, к вот этому бугорку, о котором я только что говорил. Делайте крайне-крайне медленно все. И запомните, есть такое правило в массаже, чем медленнее делается прием разминания, тем они эффективнее. Дальше. Значит, разминайте гипотенером, это вот это место. Значит, удерживайте немножко пациента, и вот такими круговыми циркулярными движениями начинайте разминать воротниковую область. Сначала с правой стороны. Затем переходите уже другой рукой на левую сторону. Теперь переходите на шею. На шее производите щипцеобразное разминание. То есть, у вас работают вот эти пальцы и большой палец. Вот таким вот образом. Поднимаетесь выше и опускаетесь вниз. И обратно. На этот прием, вернее на эти приемы, на приемы разминания, у вас должно уйти 3,5-4 минуты. В сущности, массаж у вас должен продлиться примерно, я еще раз повторюсь, где-то 10, может быть, 15 минут максимум. Значит, перед массажем, еще я забыл об этом сказать, обязательно смотрите больного. То есть, ну вы, конечно, знаете, какая спина у ваших родственников. Значит, если на спине есть родинки какие-то, которые приподнимаются на поверхность кожи, то эти родинки ни в коем случае нельзя массажировать. Их надо обходить массажем. То есть, вы должны делать массаж рядом, но не касаясь их. В крайнем случае, если вы можете коснуться, положите просто на нее палец другой руки и обходите этот палец массажем. Теперь, когда вы сделаете первый массаж, а пациент до этого никогда массажа не делал, на второй день у него может появиться болезненность в области массажей. Спортсмены такую болезненность называют крепатурой. Но на самом деле это не крепатура, а это скопление молочной кислоты в мышцах. Это совершенно нормальное явление. Ничего страшного в этом нет. В таком случае, сделайте обязательно перерыв, день или два, и потом продолжайте массаж. Ну, конечно же, вы должны все время спрашивать человека, как он себя чувствует, комфортно ли ему, какие-то есть изменения в лучшую сторону или в худшую сторону. Если будет изменение не в лучшую сторону, то, к сожалению, массаж надо прекратить и обратиться к врачу, либо обратиться к профессиональному массажисту. Все, я заканчиваю приемы разминания и заканчиваю, собственно говоря, массаж. Массаж заканчиваем мы также приемами поглаживания, так же само, как и в начале. Правую сторону и левую сторону. После массажа дайте человеку отдохнуть, ну, хотя бы пару минут, чтобы он посидел, не меняя положение, если, конечно, ему удобно. И так же я бы еще рекомендовал выпить стакан чая с лимоном. На этом, друзья, я заканчиваю свое видео. Если у вас будут вопросы, пишите, спрашивайте. Извините меня, что я иногда оговариваюсь где-то. Дело в том, что я снимаю все с одного дубля, у меня нету никаких листиков, и поверьте мне, быть у себя оператором и актером, это очень сложно. Как бы сказать, наш мозг не рассчитан на многозадачность, поэтому я стараюсь, как могу, ну, что получается, то получается. Поэтому, если вам что-то непонятно было, пожалуйста, пишите мне, я всегда отвечу на ваши вопросы. Дальше будет еще много других интересных видео. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Передаю вам привет из города Герой Одессы и, надеюсь, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok